В ходе рабочей поездки глава района проинспектировал один из крупнейших водозаборных узлов города Пушкина. Осмотр узла показал полную готовность территории и оборудования к работе в зимних условиях. Этот водозаборный узел снабжает питьевой водой приблизительно 60% города Пушкина. Сегодня мы объезжаем, смотрим, насколько планово проводится ППР, как готовятся наши объекты к зимнему периоду. Вы увидели сегодня, что на одной из ВЗУ у нас идут ремонтные работы одного из насосов, проверяется его готовность. Мы проехали, посмотрели два с вами ВЗУ, один из них самый большой водозаборный узел со станцией обезжелезивания, которая снабжает большую часть города. Здесь же находится и станция обезжелезивания. Вода, взятая из артезианской скважины, насыщается кислородом и проходит предварительную очистку. Затем она поступает в фильтры и только после этого попадает к потребителям. Чистая вода – старая городская проблема. Высокое содержание железа вынуждает тратить немалые бюджетные средства на ее очистку. Конечно, качество воды у нас в городе и в районе в целом оставляет желать лучшего пока. Но существует программа губернатора Андрея Юрьевича Воробьева «Чистая вода», в которой предусмотрены и средства, и возможности для того, чтобы эту ситуацию поправить. Мы в эту программу обязательно войдем. И на сегодняшний день у нас заканчиваются проектные работы по двум станциям обезжелезивания. Это в лесных полянах и в Мамонтовке. Как только эти работы будут завершены, будем ставить вопросы необходимости их постройки. Частота воды зависит и от состояния трубопровода, по которым вода доставляется до потребителя. На данный момент водоканал проводит работы по завиде и промывке магистральных сетей. Все работы ведутся в графике. И до 15 сентября они будут выполнены в том числе и позади старых компетенов. Мы в прошлом году столкнулись с тем, что на 1 августа 2015 года эта работа вообще не проводилась. В этом году мы планово ведем эти работы, начиная с апреля месяца. И значительный объем запланированных мероприятий при подготовке к зиме у нас на сегодняшний день уже выполнен. Подводя итоги поездки, можно смело заверить пушкинцев, что к зиме по крайней мере два водозаборных узла готовы полностью.